4 июня в Москву приехали лауреаты третьего всероссийского конкурса «История России в стихах». На сцене концертного зала Российской государственной детской библиотеки ребята прочитали стихи, заслужившие высокую оценку экспертного жена. Мы сегодня собрались с вами, чтобы поприветствовать лучших из наших участников этого года. Я хочу сказать, что конкурс проходит уже третий год. И когда в 2019 году он замышлялся, мы не думали, что к нему будет такой, ну, поистине, поддельный интерес. Я вас приветствую здесь. Мы многие годы сотрудничаем с Российским историческим обществом. И мы уже проводили выступление, награждение лауреатов конкурса «История России в стихах» на детской сцене книжного фестиваля «Красная площадь». И мы рады, что это мероприятие сейчас проходит у нас. И велел благодетель гласить летописца сказания «Память оной победы да выстроит каменный храм». Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете ты и я. А церковь всеми гранями своими такой прекрасной вышла, что народ ей дал свое неозыбливое имя. Из этих боевых сердец сложилась армия большая. Никто не знал, когда конец в войне наступит. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл спух. И куски свистящего металла, смерть и муки сеяли вокруг. Замерло движение. Ни ночью, нет, средь бела дня. На мостовой, как изваянье, фигура женщины видна. Там на дороге, как во сне, седая женщина стояла. В ее протянутых руках горбушка черная лежала. Как чужие танки на бортах кресты. Мяли на границе русские цветы. Старая газета памяти печати. Над убитым сыном причитает мать. Потонула деревня в ухабинах. Заслонили избенки леса. Только видно на кочках и впадинах, Как синеют кругом небеса. Луч поляну осветил и ромашки разбудил. Улыбнулись, потянулись, Меж собой переглянулись. Ветерок их приласкал, Лепестки заколыхал. Их заря умыла чистой, Свежую росой душистой. Севастополь, ты город героев В годы грозные Крымской войны. Крым, Россия. И нет в том вопроса Славный край, неподвластный врагам. Россия начиналась не с меча. Она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, А потому, что русского плеча Ни разу в жизни злоба не касалась. Ждала, реза, не чуяла, А и той разбойной допыти Под фатой варяжей засынькой Коротала ночку темная. Не сови на юг защуялся, И не волчья пасть оскалилась, То боты с холма Чурилкова Показала родина заливая. В Российской государственной детской библиотеке Прошла и торжественная церемония награждения. Памятные дипломы ребятам вручили Заместитель исполнительного директора Фонда истории Отечества Руслан Гаккуев И координатор по научным и региональным проектам Фонда Наталья Антоненко. Как отметил Руслан Гаккуев, В наше время много говорится О патриотическом воспитании. И то отношение в семьях, Которое сложилось у наших лауреатов, Любовь к литературе и истории – Лучший способ привить любовь к родине. Вы знаете, когда шури конкурса Определяет победителя, Всегда очень непросто это сделать, Всегда думаешь, Правильно ли я выбрал, Действительно ли это лучшие ребята, Действительно ли это лучшие выступления. И вот сегодня, Воучу вас, услышав всех, Я думаю, что, конечно же, Жюри правильно сделала свой выбор И действительно выбрала лучше. Мне очень понравился этот конкурс, Было очень интересно Слушать произведения других ребят, Понравилась организация. Ну, на самом деле, Я был очень удивлен тому, Что я победил, Ну, стал лауреатом этого конкурса, И это было очень неожиданно для меня. Даже не знаю, Я не ожидала получить Кучу эмоций. Она написала его лично для меня, Чтоб я рассказала его в своем исполнении. И вот мне этот стих очень понравился, И я проникся Всей этой аурой войны. Мне очень понравился этот конкурс, Потому что я считаю, Что без прошлого нет будущего, И очень важно знать историю. В РГДБ прошла и торжественная церемония награждения. Памятные дипломы ребятам вручили Заместитель исполнительного директора Фонда Истории Отечества По общим вопросам Руслан Гаггуев И координатор по научным региональным проектам Фонда Истории Отечества Наталья Антоненко. После награждения Лауреаты вместе с родителями Отправились на экскурсии В Музей Московского Кремля И Дом Российского Исторического Общества. Продолжение следует...